Чем меньше мы с этим контактируем, чем меньше мы идем на согласие с самим собой, тем больше вот эти вот плюшки, этот контракт с дьяволом лишает нас души. Стабильность. Заметьте, как часто в вакансиях любят подпичкивать стабильностью. Именно мы сейчас находимся в этой жизни, в этом и есть максимум смысла. Сам человек по себе и его стремление это своего рода природное явление. Всем привет, друзья. Давно не общались, уже, наверное, в районе двух недель. Но это все не просто так, ведь дело этого канала все-таки посвящено, на самом деле, созданию кино. И, скажем так, когда идет процесс создания кино, перерывы вполне себе адекватны. Хотя, конечно, лучше делать такие вещи, как вот наподобие разговорных видео, где мы находим нас с вами друг с другом, тех, кому наши мысли кажутся схожими, откликаются. В общем, создаем такое единое друг друга поддерживающее сообщество. Это все-таки очень важно. Поэтому, пользуясь возможностью, что сейчас выпадает небольшая пауза в съемках кино, записываем разговорные видео. И я напомню, что этот канал, вся моя деятельность, в принципе, посвящена созданию кино. То есть я хочу научиться создавать крупное полнометражное кино, которое будет выходить в кинотеатрах, на которое вы, друзья, сможете сходить в кино, купив билетик. Пока что это были любительские короткометражные работы. Лучшую из них ссылку оставлю в комментарии, кому интересно, можете посмотреть. И самое главное, анонс, друзья, уже 30 июня, остается уже меньше даже, чем полтора месяца, выйдет наш самый лучший на данный момент короткометражный фильм «Храбрость», где мы брали в аренду рыцарские доспехи, где мы снимали съемку на лошадях. Фильм идет всего 16 минут, выйдет уже очень скоро. Обязательно подписывайтесь, обязательно нажмите на колокольчик, чтобы только это не пропустить. Я буду очень, очень счастлив, если вы его посмотрите и отдадите обратную связь. Это будет мега подарок. Тем более 30 июня, когда я выпущу этот фильм, будет днюх. С анонсом закончили, а теперь тема. А тема, друзья, следующая. Очень, очень, на первый взгляд, типичная. Очень, как будто бы, изжитая, но все-таки осознаю, что мега важная. За вот эти вот все прошедшие две недели, которые я не снимал ролики для Ютуба, и занимаюсь основным ремеслом, основной деятельностью, которую я хочу развивать для себя, кино. То есть, отмечу, что эта деятельность, она сугубо для себя, потому что любая работа, на которую я ходил раньше, на которую хожу сейчас, которые мне не нравятся, хоть и на них идет официальное устройство, хоть и на них платят зарплату, это не то дело, которым я хочу заниматься. Я не считаю, что оно раскрывает мой потенциал. Да, если смотреть с более философской стороны, оно несет в себе даже определенную пользу, даже из него можно находить для себя положительные стороны, но все-таки это не ремесло, которым я хочу заниматься. И вот складывается такая ситуация, что вроде бы ремесло, которое неинтересно, которым не хочешь заниматься, там, работа в магазине, не важно, что угодно, выкладка товара, это вообще не важно, что это. Я просто говорю, разграничиваю, что вот есть дело мне неинтересное, есть дело мне интересное. И дело неинтересное вроде как и приносит какие-то деньги, хотя абсолютно минимальные. И с другой стороны, любимое дело, то есть вот съемки кино, кинематограф, монтаж, сценарий и так далее, которые не приносят деньги. Заметьте, я сейчас не говорю про побочные какие-то занятия, где снимать ролики на заказ, снимать рекламу. Нет, я говорю сугубо про создание кино. Вот создание кино, идей, которых я лично хочу, моих собственных сюжетов, вызывает у меня максимум удовольствия, но не приносит мне ни копейки. Наоборот, мне приходится тратить на это дело. И чем дальше я захожу, тем приходится тратить все больше. И вот спрашивается вопрос, а есть ли резон, собственно, заниматься любимым делом, если оно ничего не приносит? Или все-таки стоит порой, если это не приносит ничего, останавливаться на нелюбимых делах и забивать на свои любимые дела? Вот эти мысли ключевые, которые у меня культивировались все эти две недели, которые, пожалуй, назрели и хочется обсудить. И опять же, хоть тема и банальная, но все-таки хочу это акцентированно обсудить для того, что кому-то это может быть полезным, если вдруг наши с вами мысли сходятся. И для себя также в очередной раз это подчеркнуть, подчеркнуть сознание, чтобы еще дальше следовать своей планке и своим собственным идеям. Так вот, мысль, зреющая все эти две недели, что, заметьте, субъективное мнение, оно может не совпадать с чем-нибудь, это абсолютно нормально. Так вот, я, друзья, осознаю, что очень важно всегда следовать тому, что тебе интересно. Очень важно, чтобы ты постоянно, постоянно в голове у себя держал, что тебе интересно, постоянно этим занимался, пытался заниматься, подступался к этому делу, делал подходы, инвестировал в него, старался, превозмогал ошибки, проблемы и так далее. В общем, чтобы ты трудился над своим собственным делом. Обязательно. Никаких исключений. Очень просто. Звучит. Но по факту, что в этом всем кроется? Кроется в этом следующее. Когда мы относимся к своему любимому делу, к своим интересам, к нашим вот основным желаниям, как к чему-то побочному, как к чему-то, над чем еще видеть или надо подумать, а уделять внимание или не уделять? А попробовать мне сейчас или не попробовать? А вот потратить мне сейчас на это деньги или нет? Их, в принципе, немного, а это денег сразу не принесет. Деньги, 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 деньги. А я потеряю, я разочаруюсь, и так далее, и так далее. И по итогу получается, что 90% времени, 90%, если не больше, ты вкалываешь на кого-то, на кого-то, на чье-то дело, кто сам его создал, кому это уже идет в пользу, только потому, что тебе подкидывают определенного рода плюшку. Ну, то есть, скажем, там зарплату. Даже пускай самую маленькую. Вот как у меня сейчас. По сути, вообще, огрызок. Огрызок, то есть для жизни такой прям хороший, шикарный, этого недостаточно. Но, тем не менее, это уже как будто источник ресурса, чтобы вот там что-то купить, все там что-то сделать. И это подкупает. Подкупает, потому что там денег нет, здесь деньги есть. Один из факторов. И другие, и так далее. Что там ты устроен официально, там себя снимает определенную головную боль, то есть, там, скажем, что ты своего рода как бы при деле, и так далее. Можно много перечислять. В общем, ввиду все к тому, что всегда находятся неинтересные дела, это сейчас не только про работы, нелюбимые работы, и так далее, которые подкупают нас какими-то плюшками. Но по итогу является своего рода контрактом с дьяволом, как бы это ни звучало. То есть, имеется в виду, что чем больше мы занимаемся вот этими неинтересными делами на постоянной основе, и чем меньше мы уделяем внимание нашим собственным интересам, которые требуют внимания, которые требуют вложений, сил, преодолений, чем меньше мы с этим контактируем, чем меньше мы идем на согласие с самим собой, тем больше вот эти вот плюшки, этот контракт с дьяволом лишает нас души. Поэтому я сказал контракт с дьяволом. Не знаю, как это звучит со стороны перебор-неперебор, но это так и есть, вы только задумайтесь. Все мы от природы идем с какими-то своими уникальными особенностями. То есть, редко интересы людей сходятся один в один. Мы можем в чем-то пересекаться, мы можем порой даже заниматься одинаковыми делами, ведь вот как вот у меня, например, я хочу снимать кино. Много кто хочет снимать кино, если поискать по свету, в то же время немного кто хочет снимать кино, если поговорить вот так вот тет на тет с каждым человеком. Поэтому, хоть и есть люди, кто занимается по сути тем же, их интересы все равно будут отличаться от моих, скажем. То есть, у них будет немного свой подход, свой стиль, они будут хотеть достигнуть немного другого количества фильмов, другого результата и так далее. То есть, мы все всегда уникальны со своими особенностями, и при этом у нас всегда к чему-то своему вызывается интерес, а к чему-то другому не вызывается интерес. То есть, когда мы говорим о нелюбимых работах, нелюбимых местах, не имеется в виду, что эти дела недостойные, они нехорошие, и все, кто на них работают, это вот прозябают, тратят свое время. Да нет, да, все дела хорошие. Все дела хорошие, когда ты относишься к ним с душой. Речь о том, что, когда тебе это, тебе это неинтересно, когда ты понимаешь, что это не твое ремесло, то есть, ты это чувствуешь здесь, здесь. Ты знаешь, тебя тянет вот к такому, к такому, к такому. Речь об этом. Не место плохое. Плохое соотношение внимания. То есть, да, порой, это как необходимость в нашем мире где-то быть на нелюбимой, скажем, работе, чтобы какое-то время где-то подзаработать на свои собственные проекты, продержаться как-то на плаву. Это понятно. Это абсолютно понятно. Мы сейчас не говорим о том, что мы вот прям всю секунду должны как-то стать миллиардерами, чтобы только не заниматься нелюбимой работой и неинтересными делами и так далее. Нет, речь абсолютно не об этом. Это порой вынужденные меры. И не всегда, не всегда даже, когда занимаясь, вкладывая 100% своего времени в любимое дело, ты обязательно становишься миллиардером и получаешь от него отдачу. Речь абсолютно не об этом, друзья. Речь просто о том, что когда мы занимаемся нашим любимым делом, когда мы идем навстречу нашим интересам, навстречу нашим вот этим природным особенностям, мы реализуем как бы свое нутро, свое человеческое существо, свой потенциал. А это самое главное, потому что только занимаясь своими собственными интересами, своими любимыми занятиями, следуя своей мечте, своему видению жизни, мы можем быть счастливы. Мы в принципе можем реализоваться как вот нечто необычное, как что-то необъяснимое, какое-то природное явление. Сам человек по себе и его стремление это своего рода природное явление, такое сложно поддающееся к какому-то анализу, потому что кто-то думает, что уже все понял об этой жизни, об человекоустройстве, кто-то понимает, что ничего не понял, но имеет какие-то представления, но в целом невозможно полностью разобрать по частичкам, что из себя представляет человек и его стремление. В этом всегда будет крыться какая-то загадка в наших особенностях, в наших индивидуальных особенностях, в наших стремлениях и в наших интересах. В этом всегда будет какая-то загадка. И в этом и смысл, что раз мы пришли в этот мир, Раз мы в принципе живые, раз мы в принципе так сложилось, что именно мы родились, именно мы сейчас находимся в этой жизни, в этом и есть максимум смысла. Найти для себя интерес, найти для себя какое-то воплощение, свое творческое воплощение в этом мире. Творческое это я называл сейчас так абстрактно, условно. Творческое может быть в чем угодно, абсолютно в чем угодно. Это под этим я подразумеваю наш личный интерес. Только в этом случае мы реализуемся на максимум. Когда мы постоянно стыкуемся с нашим интересом, потому что только в этих делах мы мало того, что получаем кайф. И при том замечу, это не значит, что мы все время расслаблены. На обычном нелюбимом нам занятии мы можем вкладываться не меньше, мы можем работать на износ, просто потом ничего не хотеть, поработать 8-12 часов, валиться с ног. Но в любимом делом может быть и не наоборот, может наоборот быть еще жестче. Вот, например, вот недавно у меня были одни съемки, где я без сна провозился вот бесперерывно около 30 часов. Бесперерывно. То есть не засыпая ни на минуту. И практически все время в движении, все время мозг генерировал, что надо делать. Это достаточно тяжелые физические и моральные условия. Но когда дело интересно, вот как в моем случае кино, я понимаю, что для меня как будто только в этом смысл. Только в этом смысл в этой жизни, потому что здесь идет интерес, здесь идет азарт, здесь идет и паровизация, творческая реализация, меня как личности. И из-за этого потенциально есть больше плюсов. То есть гипотетически, гипотетически, если это дело получается довести до той точки, о которой я говорю в этих видео, довести фильмы до кинотеатров и так далее, сколько людей потом может вдохновиться от этого? Сколько людей может получить удовольствие, просто посмотрев кино со своей, скажем, второй половинкой, или просто прийти с друзьями, или просто прийти в одиночку? Сколько людей, кто хочет снимать кино, может вдохновиться тем, что вот у человека получилось с точки А, где он снимает короткометражные фильмы без денег, прийти до этих фильмов с бюджетом? Сколько это людей может вдохновить? То есть получается такой взаимосвязанный круг. И мы испытываем кайф, и другие потом испытывают кайф и получают пользу, хотя, казалось бы, делали мы сами. В то время как на неинтересных делах такого никогда не будет. Когда тебе дело неинтересное, и ты не реализуешься в нем, не реализуешь в нем свой потенциал, а просто терпишь, просто терпишь, потому что тебя подкупают плюшки, деньги, стабильность, стабильность. Заметьте, как часто в вакансиях любят подпичкивать стабильностью. А своим любимым делом часто стабильности не бывает, но именно, не бывает, но именно это дает нам сок жизни, дает нам препятствия, препятствия всегда. Да, ух, как нас часто выгоняют на съемках, как у нас там много споров, различных ситуаций бывают таких внештатных. В общем, ну в этом есть сражение, сражение для души, хорошее, полезное сражение, благодаря которому мы растем и чувствуем интерес. Поэтому, друзья, я считаю, что не стоит никогда забивать на любимое дело и на свои интересы. На них нужно не просто не забывать и думать о них иногда, в них нужно вкладываться всеми силами, любым свободным временем. Всем спасибо за внимание, до новых встреч, 30 июня, храбрость на этом канале. Не пропустите и до новых встреч. Продолжаем снимать крутое кино в одиночку, не только кино и не только в одиночку.